История об исчезновениях людям нравились всегда, они доводят до мурашек и являются чем-то вроде сложной головоломки. Признаюсь, порой исход похищения может быть реально непредсказуемым, и сегодня я вам это докажу. С вами канал ТОП ФАКТ, и это самые необычные похищения людей с эпичной концовкой. Перед началом не забудьте подписаться на канал, а в конце видео оценить его лайком или дизлайком. Желаю приятного просмотра, ну и конечно же погнали! В первую очередь я предлагаю поговорить о Террие Джо Диперо и ужасном корабле смерти. В годы войны Артур Диперо служил на Тихом океане. Прежде он ни моря, ни океана не видал, только озеро Мичиган, а то хоть и безоглядное, но с морским простором все же не сравнить. Летом 1961 года мужчина решил, что все, пора, мечты обязаны сбываться. Человек он, однако, был осторожный, где-то даже сомневающийся, поэтому сразу на покупку яхты он не отважился. И в итоге он решил взять ее на недельку, для, так сказать, пробы. Показал яхту двум своим дочкам и жене, все были в восторге, но люди и подумать не могли, что по непонятным причинам уже через считанные дни плавания с ними приключится настоящая беда. Некто или нечто прикончило всех на судне, всех за исключение маленькой девочки Терри. Она чудом успела выбрыгнуть с яхты и скрыться. К счастью, течение принесло малютку на берег и она осталась цела. То же самое можно сказать и о ее отце, однако его судьбе я бы не позавидовал. Следствие начало полагать, что мужчина и есть тот самый убийца, а сделано это все с целью получить большое денежное вознаграждение. Его, конечно же, осудили, но, как заявляет он сам, следствие допустило фатальную ошибку. Следующая история приключилась с мужчиной по имени Роберт Макдонах. Этот 70-летний мужчина страдает довольно яркой болезнью, называемой демензией. Он с легкостью может пойти гулять, а затем потерять контроль над разумом и не понять, как он уже очутился совершенно в другой локации. Именно такое, к слову, и произошло с ним в 2013 году. Тогда все члены семьи сильно испугались, подумав, что с дядей что-то случилось, он упал и его не удалось найти. К счастью, с Робертом все оказалось в порядке, он просто немного прогулялся, совсем немного, на 50 километров от дома. В любом случае, повезло, что его хотя бы реально удалось найти. Героя следующей истории зовут Джулиан Хернандес. Ему было всего 5 лет, когда его похитил собственный отец, но мальчик не подозревал этого. История вскрылась, когда в 18-летнем возрасте Джулиан начал рассылать запросы на поступление в колледж и обнаружил, что необходимый для регистрации в системе социального страхования номер, который ему дал отец, является недействительным. Интересно, с какой целью он вообще это делал, этого так и не удалось узнать. Рано утром 21 января 1987 года Габриэль, наги, отец двоих детей из Австралии, позвонил своей жене, чтобы сообщить ей, что он совсем скоро вернется с работы. Затем мужчина бесследно исчез почти на четверть века. Многие подозревали, что из-за нечестной игры его собственной руки или странных и трагических обстоятельств, он умер вскоре после этого телефонного звонка. Так думали все, кроме его родственников, которые все же продолжали поиски. Однако в 2010 году, незадолго до того, как наги был официально объявлен мертвым, внезапно для детектива Джорджа Робинсона, ответственного за это дело, появилась подсказка. По ней следствие вышло на след и обнаружило человека, как раз таки пропавшего Габриэля, который совершенно не помнил о своих детях, жене и прошлой жизни. Скорее всего, после телефонного звонка он подвергся нападению и навсегда лишился памяти. В сентябре 2011 года был найден человек, который числился пропавшим с 2004 года. Его зовут Тимоти Корни, и он имеет довольно необычную историю. Одним обычным днём Тимоти Корни набрал своего босса и сказал, что немного опоздает на работу. Но прошло несколько дней, и он не то что не объявился, он вовсе пропал. Люди нашли его машину где-то на обочине, но более ничего обнаружить не удалось. Представьте, как тяжело было его родителям, но они оставались сильными и не опускали рук. В конце концов, спустя более чем 7 лет, следствие заявило, что Тимоти Корни всё это время жил без забот в соседнем городе. Он сменил имя, место жительства и по какой-то причине не захотел выходить ни с кем на контакт. В любом случае, родители на него не обижаются, они просто счастливы, что их сын хотя бы просто жив. В 2015 году в полицейский участок Дюссельдорфа поступило сообщение о возможной краже со взломом. Звонок поступил от соседей, которые волновались за одинокую и нелюбимую соседку. И когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место вызова, дверям открыла ничем не примечательная женщина. Сложности начались, когда миссис Шнайдер попросили показать документы, удостоверяющие личность. Документов у неё не оказалось. В конце концов, 55-летняя женщина призналась, что она Петропозитка, дело о пропаже которой было закрыто ещё в 1989 году. В качестве доказательства она предоставила старый студенческий билет. А исчезновение Чарльза Боттуэла героя следующей истории произошло аж в 2014 году. Он вел обычную жизнь, был простым пацаном, который ходил в школу, любил повеселиться с друзьями. Но однажды Чарльз просто перестал выходить на любой контакт. Мальчика как будто бы не стало, что ли. Все знали, что он живёт не в самой спокойной семье, из-за чего дурные мысли сразу же полезли окружающим в голову. И, как оказалось, совсем не зря. Мать с отцом спрятали мальчика и очень жестоко с ним обращались. Обнаружить же мальчику удалось лишь спустя целых два года в скрытом подвале их собственного дома. Следующая история показывает нам совершенно другую историю в прямом смысле этого слова. Если Чарльз был спрятан под землёй в подвале, то мальчик из следующего видео, наоборот, каким-то образом решил уснуть на крыше дома. Родители его потеряли и сильно беспокоились. Он просто забрался наверх и уснул. Обнаружил же его совершенно случайно какой-то репортер, который вёл съёмку для своего ролика. И, по словам юнца, он не хотел ничего плохого. Просто немного отдохнул в уединённом месте и как-то случайно уснул. В 1972 году 7-летний Стивен Грегори Стейнер был похищен мужчиной по имени Кеннет Парнелл в Мерседе. Мальчик оставался пленником до своего 14-летия, пока не сбежал от него вместе с другим похищенным ребёнком. Короче говоря, это самая настоящая драматическая история, прямо как та, что бывает в фильмах похожего характера. Просто послушайте. Стивен вместе со своим другом-заключённым покинули дом похитителя 1 марта 80-го года, когда злоумышленник отправился на ночную смену работы охранником. Стейнер и Уайт, так звали второго мальчика, проехав автостопом 65 километров, добрались до Юкаи и пришли в полицейский участок. И несмотря на то, что показания Стейнера считались достоверными, Парнеллу никогда не предъявлялись обвинения в сексуальном насилии. Причиной тому стали особенности законодательства Америки. Правонарушение было совершено в пределах другого штата и у них истёк срок давности. После ареста 2 марта 81-го года Кеннета осудили за два похищения и признали виновным, приговорив всего к 7 годам, из которых он отсидел только 5, выйдя по условно-досрочному освобождению. Следующая история открылась всему миру в 1989 году. Во время мероприятия книжного клуба актриса Ян Броберг впервые рассказала о годах сексуального насилия, которые она пережила от рук своего друга, семьи Роберта Бертхальда, в подростковом возрасте. По повествованию девушки, мужчине удалось похитить её дважды, один раз в 12-летнем возрасте и ещё раз, когда ей было 14 лет, прямо из-под носа у её семьи. Актриса сообщила, что Роберт, притворявшийся её другом, манипулировал и промывал мозги как ей, так и её родителям, вступая в сексуальные отношения даже с её матерью, также насилуя и оскорбляя саму девочку в течение многих лет. 35-летняя Аманда Эллер и её бойфренд Бенджамин Кенколь обожали Гавайи. Женщина работала тут физиотерапевтом и инструктором по йоге, а всё свободное время предпочитала проводить на природе. Вот и 8 мая 2019 года, когда выдался выходной денёк, она решила прогуляться по одной из пешеходных троп заповедника Макавао, расположенного в нескольких километрах от дома. И когда вечером Бенджамин Кенколь приехал с работы, его девушки дома не было. На парковке возле дома не было и машины, телефон переводил звонки на голосовую почту. 24 мая было решено отправить вертолёт в сторону, максимально удалённую от туристической тропы Кахакапао. Там и была обнаружена Аманда. Женщина сидела в глубоком ущелье и изо всех сил махала руками. Она находилась в 4,5 километрах от того места, где оставила машину. По словам пропавшей девушки, Аманда сначала шла по трекинговой тропе, а потом решила углубиться немного в лес. Через какое-то время женщина устала и присела на поваленное дерево. И вдруг осознала, что не понимает, куда ей вообще нужно идти. Она несколько часов плутала по джунглям, пока не заблудилась там окончательно. Грейскивисту было всего 15 лет, когда ее любимая мамочка покинула территорию дома после очередной семейной ссоры и больше туда никогда не вернулась. На следующий день родственники забили тревогу и стали искать Лулу, но обнаружить её так и не удалось. Ситуация лишь усугубилась, когда стало известно, что на одном из заводов обнаружили чьи-то останки. Родные уже похоронили свою мать, как вдруг спустя ж 40 лет её смогли найти, причём совершенно случайно. Точной информации о том, где всё это время была женщина и почему она не связывалась с родными, так никто и не назвал. А в 2002 году пропала девушка по имени Бренда Хайст. Первым, кого заподозрили в неладном, стал её муж. Как заявил мужчина, в день пропажи дела шли следующим образом. Бренда подвезла своих детей в школу, а потом присела в парке на скамейку. На самом деле супруги переживали тогда нелёгкое время, они разводились, и голова Бренда была занята счетами, затратами и страхом перед предстоящей жизнью с детьми без привычной финансовой поддержки мужа. Так, сидя на скамейке, она целиком отдалась мрачным мыслям, когда к ней подошли трое людей. Они разговаривались, и после этого Бренду Хайст больше никто не видел. Позже выяснилось, что те люди и уговорили девушку отправиться вместе с ними во Флориду, где она прожила, эм, целых 11 лет. Похожая история произошла и со следующей героиней Деннис Болсер. Она часто подвергалась нападкам со стороны мужа, и в какой-то момент решила бежать, куда глаза глядят. А для этого она подделала свое похищение. Хотела попутно заработать деньжат. Сперва все свалили на мужа, якобы он в этом виноват, но тот спешно прошел детектор лжи, и в целом никаких улик в его адрес не было. И лишь по прошествию 10 лет, очевидцы случайно заметили сходство между девушкой и своей давней родственной душой. Оказалось, что родственники встретили Деннис в соседнем городе. Та не стала сопротивляться, и практически сразу призналась, что она сама все это подстроила, с целью скрыться от глаз деспота супруга. Вот каким-то таким получился наш сегодняшний выпуск. Это были самые необычные, в то же время эпичные обнаружения людей в истории. Если вам понравился выпуск, и вы хотите увидеть что-то подобное, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал ТОПФАКТС. Прямо сейчас посмотрите один из наших предыдущих выпусков, которые появились на ваших экранах.